Доброго времени суток! Очередной, как говорится, перл от Андрея Тиртхи. На этот раз я хочу показать опыт, эксперимент, который проводил Никола Тесла еще в 1890-м каком-то году. 1800, понятно, да? И этот эксперимент, он фактически опровергает закон Ома, как ни странно. То есть закон Ома, вот мы можем видеть, те, кто знает, допустим, ток равно У поделить на Р. Мы будем знать, какой ток. Для того, чтобы не удаваться в подробный разбор, что такое закон Ома, кому интересно, сами посмотрите и почитайте. Я вам просто объясню, почему этот эксперимент, кстати, натолкнулся я на этот эксперимент еще где-то около 7 лет назад. Его провел вот такой вот интересный опыт. Здесь, конечно, толком ничего определить нельзя. Вот некий стол, на этом столе стоит высоковольтный генератор, так сказать, катушка Тесла, разрядник, два кондера и вот кусок проводника. Видим, к этому концам проводника на стаканчике подключена лампочка и она, видим, ярко светится. Суть этого опыта, вот если взять, почему, подчеркиваю, он нарушает закон Ома. Потому что ток и напряжение будет идти по кратчайшему пути. По кратчайшему пути, не по замкнутому, там, где кратчайший путь, а там, где минимальное сопротивление. Так вот, здесь получается минимальное сопротивление, если взять вот этот медный, допустим, У-образный, так сказать, подковообразный проводник, допустим, он из меди, у меня он, в частности, из меди. Соответственно, сопротивление этого проводника будем считать, грубо, 0,01 Ом. Сопротивление лампочек, но по 2 Ома или по 1 Ому. То есть, соответственно, сопротивление лампочек большое. И напряжение и ток не пойдут по этим лампочкам, по идее. И они гореть не должны. Если вот так вот напрямую подключить к проводнику, то есть длинному куску провода с одной, со второй лампочку, она гореть 100% не будет. Но в данном опыте это все работает. Следующий, кто повторил вот этот вот опыт, это был Сталкер в 2016 году. Он провел этот опыт, и здесь он конкретно... Сейчас посмотрим, как она вот стоит. И изыграется лампочка. Она служит индикатором напряжения в этом большом проводнике. Добавлю, что это один и тот же проводник. Лампочка присоединена к нему, и больше здесь ничего нет. Свечение лампочки зависит от частоты разряда. Сейчас мы его немножко меняем, и она меняется разное свечение. Вот это весь большой проводник. А вот на нем висит лампочка. Ну, то есть, У-образная вот здесь четко показана. По идее, по закону ОМО для участка цепи эта система работать не должна. Но она, как ни странно, работает. Если кто-то знает, почему это работает, пожалуйста, напишите в комментариях, разъясните. Вот. И смотрим мой полный опыт. Будет очень интересно. Так что подписываемся на канал. Всем всего хорошего, счастья, удачи и процветания. До свидания всем. Итак, радиальная энергия Теслы. Смотрим. То есть, я пока взял вот эту вот катушечку, намотанную по патенту Теслы. Все мы знаем. Здесь катушка и трансформатор Теслы. И вот самое интересное, это вот она, самая настоящая радиальная энергия Теслы. Вот такой типа, как шунт. Теслы. Теслы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА